Сегодня у Владимира Путина долгожданный выходной. Повод важный. Президенту исполнилось 60. Праздновать будет в семейном кругу в родном Петербурге. К слову, это третий юбилей на посту главы государства. Если одни не перестают удивляться высокой работоспособности президента, другие героическим поступкам. Например, погружению на дно океана или вот недавнему полету со стерхами на дельтаплане. Ясно одно у каждого свой Путин. О том, как формировался человек и его образ. Алексей Лазуренко. В год 60-летия он привычно сделал то, чего еще не удавалось остальным. Третий раз принес клятву верности российскому народу. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Впрочем, 12 лет назад Россия была мало похожа на нынешнюю. Парад суверенитетов советских республик грозил перекинуться на неокрепшую страну. Крупный бизнес подчинялся олигархам, а на юге бесчинствовал мировой терроризм. Вот и запомнил с начала его президентского пути грозными предупреждениями. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту, в аэропорту. Вы уж меня извините, в туалете поймаем и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. Этот стиль российскому лидеру вообще свойственен. Во внешней политике 2000-х без него оказалось никуда. Джордж Буш, познакомившись с Путиным, говорил о том, что в глазах его увидел душу человека, которому можно доверять. А сам при этом готовил план расширения НАТО на восток. Американская система ПРО стремительно приближалась к границам России. Тогда Путин впервые заговорил о многополярном мире. Мы должны, конечно, на это реагировать. Как? Или так же, как вы, и строить многомиллиардную противоракетную систему, систему противоракетной обороны, либо, имея в виду наши возможности сегодняшние, экономические, финансовые, ответить асимметрично, чтобы все поняли, что да, система противоракетной обороны есть, но она в отношении России бессмысленна, потому что у нас есть такое оружие, которое легко преодолевает. Вот мы по этому пути и пойдем. Впрочем, бывало и иначе. После волны цветных революций постсоветское пространство осознало, истинную поддержку можно получить лишь в Москве. Путин всегда называл СНГ стратегическим направлением. Да и, пожалуй, самый непростой сосед России. Польша стал вдруг ближе. Тут, впрочем, дело даже не в политике. После крушения самолета с польским президентом на борту под Смоленском именно Путин показал, что перед горем уступают противоречия. Премьер-министром он стал в 2008-м, знаковом и непростом году. Грузинская агрессия на Южную Оседию, глава правительства лично занимался организацией гуманитарной помощи, потом волна мирового кризиса, грозившая российской экономике. Поддержка банковской сферы, отечественного автопрома и полный отказ от сокращения социальных расходов. Эта стратегия Путина принесла свои результаты. Резервному фонду пришлось потратиться, но экономика не дрогнула. Греция идет в Брюссель за деньгами, дают, а нам с вами кто даст? Тоже, может быть, дадут? Но условия какие? Сейчас мы о газе поговорим. Значит, условия-то какие? Если Греция теряет свой суверенитет над принятием ряда решений, у нас будет еще жестче. Я это помню очень хорошо. С 2000 года. Конечно, становление страны давалось непросто. И Путину не раз приходилось переходить на ручное управление. Так было, например, в 2010-м, когда за восстановлением сгоревших в лесных пожарах поселков Центральной России он следил с помощью веб-камер. Или годом ранее, когда мирил владельцев городообразующих предприятий Пикалева. Алик Владимирович подписал? Подписал. М? Что я не вижу? У вас же подпишите. Подпишите. Только вторичка не объявляется. В 2012-м Россия – полноправный участник ВТО, одна из крупнейших и быстро развивающихся экономик мира, основа таможенного союза и единого экономического пространства. Страна ждет универсиаду, олимпиаду, чемпионат мира по футболу. Не это ли итог той работы, про которую Путин говорил в самом начале? Все эти 8 лет я пахал, как раб на галерах, с утра до ночи. И делал это с полной отдачей сил. Он не отдыхает даже, когда спасает снежных барсов или показывает молодым стерхам дорогу на юг. И только в юбилейный день рождения решил взять выходной. 60-летие Путин встречает в родном Петербурге, в узком кругу родных.